Итак, здравия воин! И сегодня пришла пора для следующего шага. Это накачка энергии на уровне ментала, скажем так. Это простенькая схема, простенький рабочий вариант качера бровина. Ну, немножко модифицированный. Пришла пора немножко упрощать и отсекать ненужное, упрощать схемы. Очень слабенькое напряжение. Через упрестку запитал обычный блок питания. 5 вольт. Ну, мы видим, работает. Работает схема. И, в общем-то, даже неплохо светит. Она очень простая. Тут идёт очень мягкая, классная энергия на уровне ментала. Для тех, кто вот что-то видит. Маленькая искра. А больше и не надо. Купил я это. Готовую схему в сборе. Немножко изменённый вариант схемы качера бровина. Элементарно. Один транзистор. Один, либо два диода. И один резистор. Всё. Вот она схема. Тут используется рекуперация энергии. То есть, энергия, которая идёт от вторички, направляется на первичку. Всё просто. Ничего лишнего. Можно использовать ещё один вариант рекуперации, но это мы сделаем позже. Транзистор любой. Энергия мягенькая, повторяю. И самое интересное изменение этой схемы в том, что здесь первичка даже не захватывает вторичку. Она ниже. То есть, вся теория трансформаторов летит куда-то далеко и надолго. Туда, где Солнце никогда не светит. Потому что здесь даже нет перехлёста. То есть, каким образом передаётся энергия, неизвестно. Но понятно, что это нам, что тут создаётся эфирный вихрь, вращение. И вторичка уже ловит этот эфирный вихрь. Вот тут уже начинает появляться высоковольтное воскочастотное напряжение. Вот вихрь. Он идёт не сразу. Вот тут он образуется первичкой. Вот тут пустое пространство. То же самое. Немножко теории. Работает. Вот это никак не связано. Но в то же время мы видим, что через эфир передаётся энергия. На довольно большие расстояния. Это большое расстояние. Это около 40 сантиметров. Вот тут, конечно же, ярче и ближе. Так что, соратники, кто не может сделать сам, заказываем у того человека, который называет себя радиогоризонт. Он утверждает, что если заземлить, то разряд будет больше, ярче. Проверим. Светит мало. Вот у меня заземление. Да, действительно, ярче горит. Это ещё одно подтверждение того, что энергия идёт из земли. Специалисты знают, что энергия идёт из минусового провода на самом деле. Батареек и аккумуляторов. Об этом есть много роликов на ютубе. Люди проверяли, изучали вопрос. Реально сигнал идёт некий от плюса. Но сама энергия идёт из минусового полюса. Потому что, если было бы иначе, то вот мы бы этого эффекта не видели. Заземление на корпус транзистора, и мы видим, больше энергии выдаётся. Хотя энергия там мизерная. Мизер просто. И самое интересное, вот, ещё раз обращаю внимание всех, кто смотрит. Там ничего нет. Вот первичка. Она ниже вторички. Схема элементарная. Это радиатор. Вот сама схема. Не греется нифига. Абсолютно. Можно сделать 15 вольт. Можно сделать 20 вольт. Неважно. Но самая интересная энергия, которая вот здесь. Размер должен быть большой. Примерно 10 сантиметров. Можно 11, как у меня вот тут. Эти 10 сантиметров дают колебания эфира. Вот здесь очень классная энергия. Просто супер. И вот когда энергия вот идёт через тебя, тоже замечательное ощущение. Это уровень ментала. У кого нет своих таких вещей, можно дистанционно. Ну, вот здесь вот у меня будет это работать сутками, круглосуточно. Подпитываемся. Мне не жалко. Берём прямо через экран. Ну, можно много и долго говорить. Смысла нет. Поэтому добра, соратники. И готовимся к следующему этапу. Всего самого наилучшего.